МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационный вечер на канале Регион открывает наше время. Я Александр Ефанов. Здравствуйте. Вначале, чтобы купить полис ОСАГО, приходится ночевать под окнами страховой компании. В Оренбурге клиенты Росгостраха вынуждены с ночи занимать очередь у офиса компании, иначе автостраховку никак не приобрести. В других компаниях ситуация не лучше. Страховщики либо отказываются выдавать полис автовладельцам с сельской пропиской, либо навязывают дополнительные услуги. Новая глава бесконечной саги об ОСАГО у Мереки Ульманова. Проблема дефицита полисов ОСАГО и навязывания дополнительных услуг по-прежнему актуальна. Купить автостраховку в Оренбурге сродни подвигу. В Росгострахе дошло до того, что люди вынуждены ночью занимать очередь и спать в машине под окнами компании. Ну а как еще делать? Я приехал вчера здесь в 63-м. 11 человек. Как еще? Никак. Только так. Ну подъехал, очередь занял, спать лёг. Я вчера после работы сюда зашел. Вот эти люди здесь сидели. Они сказали, приезжай в 4, чтобы записаться, если хочешь пройти. Я приехал в 3, ну пораньше думаю, чтобы первым быть. Получился пятый. В 11 утра через 2 часа после начала рабочего дня полис ОСАГО получили только 2 человека. Да и тем навязали дополнительные услуги. Да я вообще сам не понял. Она мне сейчас вот тут какую-то фигню несет. Дала вот это, что-то прикрепила. Тут, говорит, страхование жизни. Тот полис, этот полис. Что-то нафига чего-то фигово значит. Сколько ты отдал денег? 11 600. А в списке тем временем уже около 40 желающих купить страховку. Молодая мама Олеся Краснова в нем 20-я. Приехала я в 8 сегодня. А вообще я вчера была. Но вчера я не попала. Потому что я приехала полдесятого, уже была 33-я, я даже ждать не стала. Толкаться в очереди девушке пришлось с двухмесячным ребенком на руках. Только вот сотрудникам Росгостраха, видимо, наплевать на страдания клиентов. Людей принимает лишь один специалист, который будто специально выписывает полис целый час. Так, я сейчас не буду оформлять, потому что выйдите, пожалуйста. Ответ на вопрос, почему оренбуржцам приходится сутками выстаивать в очередях, нам так никто и не дал. Сотрудники компании попросту сбежали от нас. Брокер мне предложил застраховать автомобиль, параллельно застраховать еще и дом. В общем, 8 600. То есть дом, получается, мне обошелся бы 4 тысячи. Если в городе с горем пополам, но все-таки можно обзавестись полисом ОСАГО, то в районах с ними совсем беда. В Оренбург за автостраховкой едут из Акбулака, Саракташа и Переволодского. Там очень сложно, полисов нету. Вот, получается, узнавали на той неделе, не было и сейчас нету. То есть страховать негде, просто негде. Я, Гусев Олег Александрович. Сегодня весь день с 9 утра простоял в очереди, до меня очередь так и не дошла. Оформляют крайне медленно. Это книга отзывов и предложений, которая лежит при входе в страховую компанию «Росгострах». Она вся исписана, здесь нет ни одного чистого листа. Но, к сожалению, здесь нет положительных отзывов, только одни жалобы недовольных клиентов. Надо сказать, что людей маринуют в очередях не только в «Росгострахе». Та же ситуация и в других компаниях. Там или не страхуют водителей с сельской пропиской, потому что она в два раза дешевле городской. Или, как в «Максе», не дают полисы на машины, у которых меньше 100 лошадиных сил. Мне отказали в страховании, сказали, что маломощные машины не страхуют. Мотивируют тем, что было указание с офиса сверху компании «Макс». Прежде контроль за страховщиками вел ФАС. Служба хоть как-то пыталась усмирить аппетиты компаний. Правда, под раздачу каждый раз попадал только «Росгострах». Но в начале года полномочия антимонопольщики передали в Роспотребнадзор. Однако, как видим, на доступность полисов ОСАГО это никак не сказалось. Великий Ульманов, Владимир Семенов. Наше время. Ну и добавлю, в Роспотребнадзоре нам сегодня по телефону сообщили, что никаких рычагов влияния на страховые компании у них нет. Ведомство лишь собирает жалобы людей и отправляет в региональное отделение Центробанка, который, в свою очередь, пересылает их в Самару. Так что у оренбуржцев, пожалуй, есть только одна реальная возможность купить полис ОСАГО. Это написать заявление в страховую компанию и через месяц получить заветный документ. Ну а тем временем Оренбург вошел в топ-3 по стоимости бензина в ПФО. Такие данные обнародовал Росстат. Дороже топлива нашли только в Кирове и Ижевске, которые заняли, соответственно, первую и вторую строчки антирейтинга. Так, литр бензина 80-й марки стоит у нас 34 рубля 20 копеек. За АИ-92 в среднем придется отдать 35-13. АИ-95 вообще оказался самый дорогой в Оренбурге. Его стоимость уже поднялась до 38 рублей 90 копеек за литр. К слову, даже в столице по Волжье-Самаре бензин на порядок дешевле. На некоторые марки его стоимость меньше почти на 2 рубля. Жители новостроек незаконно взимали плату за капитальный ремонт. Прокуратура области провела проверку и выяснила, фонд модернизации ЖКХ нарушил закон. Квитанции рассылались в том числе и тем, кто живет в новых домах, а таким собственникам региональные власти предоставили отсрочку на 5 лет. Жилищное законодательство предусматривает, что после утверждения региональной программы, которая была у нас утверждена 30 декабря 2013 года, все многоквартирные дома, которые будут эксплуататься после этой даты, соответственно, они подлежат, эти дома не уплачивают взносы на капитальный ремонт. В итоге жители 114 домов переплатили почти 2 миллиона рублей. Руководителю фонда модернизации ЖКХ выписано представление об устранении нарушений. На наш вопрос, как такое вообще могло произойти, представители ведомства сообщили следующее. В связи со сложностью процесса произведения начисления взносов по оплате капитальный ремонт, на то, чтобы приостановить начисление, потребовалось все время. Но однако в фонде уверяют, собственникам рассылали уведомления о возможности не платить. И законное начисление уже прекратилось, при этом уплаченные взносы могут быть зачтены в счет будущих платежей. Для возврата своих средств жителям новостроек надо обратиться с заявлением к региональному оператору. Сделать это можно как лично, так и по электронной почте, либо факсу. Ну теперь о тех, кто менее сознателен. Долги оренбуржцев за коммуналку составили почти полтора миллиарда рублей. Такие цифры сегодня озвучили в правительстве области. Однако с должниками начинают активно бороться. Уже второй месяц в России действует новый механизм взыскания долгов по коммунальным платежам. Отныне такие дела рассматривать в упрощенном порядке. Ну а деньги удается выколотить через суд. Для этого необходимо, чтобы у неплательщика образовался долг на сумму не более 500 тысяч рублей, а задолженность не погашалась в течение четырех месяцев. Ну и теперь о происшествиях. Жуткая авария произошла на проспекте Победы. На перекрестке с Карагандинской около полуночи столкнулись сразу четыре автомобиля. Toyota Camry, Mazda Pickup, Volvo и грузовая Gazelle. Как удалось выяснить полицейским, водитель Toyota решил ехать на красный сигнал светофора. В итоге врезался в Mazda, которая двигалась по правилам на зеленый. Но уже после столкновения пикап отбросила на Volvo и Gazelle. К счастью, все остались живы. Водителей Toyota и Mazda доставили в больницу. Ну и добавлю, после аварии движение на проспекте Победы было сильно затруднено. Перекрыто было три полосы из четырех. Обе из Степнова в центр и одна по направлению в северную часть города. И другая авария произошла на проспекте Гагарина. Сегодня ночью на перекрестке с улицей Алтайской водитель Mitsubishi не выдержал безопасную дистанцию и буквально влетел в тягач Scania. От удара грузовик выбросило на обочину. В результате ДТП погиб пассажир Mitsubishi. Как показала экспертиза, водитель легковушки был пьян. Расширили границы. Планировали евразийский, а получился мировой. Директор Департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Астанина рассказала о программе первого международного образовательного молодежного форума Евразия. По ее словам, заявки на участие подали молодые активисты со всего мира. США, Канада, Япония, Финляндия, Германия. Эти страны уж точно не имеют отношения к Евразийскому союзу, но в форуме будут участвовать. Ну и кроме молодых участников, а их будет 800, приглашенными гостями и лекторами форума станут известные политики, именитые журналисты и представители общественных организаций. В программе также запланированы специальные обучающие семинары. Участникам предстоит обсудить злободневные темы, ожидается и борьба за гранты. Здесь же на форуме определят и победители программы «Послы русского языка в мире». Почти 3000 ребят из 79 регионов России и 15 зарубежных стран боролись за право пройти в финал. И вот 100 человек представителей этой программы соберутся для того, чтобы из них было отобрано 50 послов, которые в дальнейшем ждут стажировки как в странах СНГ, так и в европейских странах. И основная миссия этих ребят – влюбить в Россию весь мир. Вместимость площадок, где будут проходить мероприятия форума, ограничена, потому в них смогут участвовать только подавшие заявки молодые люди и СМИ. Но для всех желающих организуют онлайн-трансляцию. К слову, молодежный форум обещает стать традиционным. Второй по счету тоже пройдет в Оренбурге. И на этом пока все новости. Сразу после эфира смотрите наш выпуск на сайте 56nv.ru. Вернемся в эфир уже в 8 вечера. Не прощаемся.